Всем привет! Вы смотрите новый выпуск блога «Вышел из комнаты». За моей спиной Исаакиевский собор, и я в Санкт-Петербурге, в городе, который принимает долгожданное Евро 2020. С последнего чемпионата Европы, который проходил в 2016 году, прошло 1796 дней. Это рекордная пауза между турнирами, вызванная пандемией коронавируса. В этом выпуске мы посмотрим, как живет Санкт-Петербург в ожидании крупнейшего европейского турнира. Посетим матч сборной России против Бельгии на открытие турнира в Санкт-Петербурге. Ну а далее отправимся в город Выборг. Будет насыщенно, будет интересно. Поэтому всем приятного просмотра, и мы начинаем. Самое главное правило, если поедете в Питер на машине, не заправляйтесь на последнем Газпроме до Санкт-Петербурга. Мы здесь простояли более часа. Смотрите, час. Время остается до Питера 100 километров. Просто километровая очередь. И получается весь кайф, который вы получаете от платной трассы, он здесь потеряется. Комаровща, блядь, просто тьма очмущая. Короче, полная жесть. Почему нельзя было на протяжении всей трассы сделать заправок больше, блядь, вообще просто ума, ну не проложить. Россия во всей своей красе. Итак, первое место после дороги, куда мы зайдем в Санкт-Петербурге, это будет художная одного из популярных ютуб-блогеров, которые обозревают на еду. Это художная под названием 8956. Колбаски здесь ребята крутят сами. Пойдемте, раздаем внутрь, сами все увидите. Ну что, взяли, это хот-дога или манго с сорванной, с лениной и сырной. Такие вот наборы в среднем по 600-800 рублей. Сразу с картошкой, с салатом хауслоу, соусом и таким вот хот-догом. Ну что, а давайте по-второй. Идем к разводке с мостов. Вот общественный транспорт, один из Питера. За все свои прошлые многочисленные приезда в Санкт-Петербург я ни разу живу, не видел разводки мостов. Сейчас, приехав в Питер почти в час ночи, все-таки это удастся сделать. Сейчас находимся около Дворцового моста. Народ собирается, народу толпы. Сейчас будем ждать и наблюдать. До начала подъема остается пару минут. Сейчас вот начнется разводка, поднимут мост. Все вот эти вот многочисленные суда, катера пойдут по Неве. Все, остается буквально минута. Проезжую часть люди уже перегораживают. Последние люди переходят мост. Где-то декурировщик, который сейчас полностью перекроет мост, всех согнав. И начнется разводка. Ну все, Дворцовый мост разводится. Все, начинается целое шоу. Представляем издаточный матч с Бельгия, Россия. Дания, Финляндия, Кипенгаген. Все, и движение по Неве началось. Смотри, сколько людей. И пошли катера, явно немереное количество. На самом деле, от такого количества людей уже ужасно отвыкли. Итак, время 11.55 дня. Через 5 минут открывается крутейший паб британский в Санкт-Петербурге под названием Диккенс. Куда мы сейчас зайдем, отведаем шикарнейший английский завтрак. Выпьем не одну пинту пива. Зарядимся отличным настроением на настоящий день. Пойдемте внутрь. Мяч. Е-е-е, мы сразу мяч. Блин, Мишаня сразу мяч выиграет. Нет, мы так не готовы. Что, первый приз, мяч. Ну, давайте, сюда наш мяч. Давайте. Итак, принесли английский завтрак. Такая вот порция стоит 490 рублей. Это плата, хлеб, масло, жем. Пиво. Ну и пиво. Если кто-то кушает приятного аппетита, то ваше здоровье. Питер, конечно, в летнюю погоду офигенный. Жалко, что, конечно, солнце здесь бывает очень редко. Итак, пришло время посетить фан-зону. Смотрите. Очередь, как обычно, обалденная. Работает пару рамок. Ничего в России не меняется. Кстати, на Ч-5 мира, мне кажется, было немножко скоропуском полегче. Таких очередей в Питере я точно не припомню. А сейчас ок, тут метров 150-я очередь. Это если учесть, что сейчас будут играть Вейлз и Швейцария. Что здесь будет вечером, когда будут играть Россия с Бельгой, вообще, ну, непонятно. Ну, отстаем очередь, будем все заходить. Здравствуйте. Здравствуйте. Часок-то у меня? 36.0. Спасибо. 36.0 на входе. Температуру измерили. Теперь допуск, как я не знаю, как на секретный объект. Все, опускали. Итак, что у нас тут есть? Шатер города-организатора, официальный магазин, сцена, туалеты. Кстати, это то место, где и была фан-зона в Питере на Чемпионате мира в 2018 году. Пойдемте искать, где продают пиво, и еще какие-то, может, на сувенирыща посмотрим. Ну, людей, конечно, значительно меньше, чем на Чемпионате мира. Прям совсем. Но вот что-то, податки с пивом. Итак, пиво на фан-зоне стоит 300 рублей за хайникен. На фан-зоне, смотрите, есть вот такой вот гастроном, 24 часа. Сейчас зайдем, мне кажется, здесь можно взять пиво, куда дешевле. Просто туда перелить в пластиковый стакан. А ну, вот, в принципе, все ребята делают. Ну, и быть в отличной выгоде. Итак, рассмотрим цены в магазине. Пюссон 190 рублей. Делокопольский козел 169 рублей. Кокейнг 255. Гиннесс 290. Нью-Кассел 389. То есть это всяко выгоднее, чем брать этот хайникен за 300 рублей на разлив на фан-зоне. Сейчас тогда с лазом без пива. Переливаем в пластиковый стакан. И пойдем на фоншку смотреть футбол. Смотрите, получилось за литр 328 рублей. То есть это в два раза дешевле, чем на фан-зоне. Ну что, давайте. Ваше здоровье. Есть всякие тут активности. Можно сделать эфирные, дурацкие фотографии. Блин, смотри, какая есть эта же замануха. Только три футбол. Как в каком-нибудь там же магазине есть магнит. Я потом, наверное, запишусь. Блин, ну какой вот вообще лохотрон. На официальной фан-зоне официального европейского турнира. О, пройдя чуть дальше, получается прикольный вид. Экран, где идет футбол. И напротив собора спас на крови. Вот здесь, да, здесь все классно. Даже иногда встречается с бельгийцем. Конечно, мало, но хоть что-то. Так, добрались до фан-шопа. Футболки, смотрите, игровые футболки по 7 тысяч. Просто обычные рикотажные футболки здесь 500. Маскот 2000 и шарфы по 1300 рублей. Магниты 500, Панама 2000 рублей. Барелкидус всякий по 700 рублей. Носки непонятно, но нам тоже рублей 500. Хотел взять маскота посмотреть, как он выглядит детская игрушка, но она уже закончилась. А это первый матч и время полпятого. Фан-зона открыта, где-то около часа. Тут уже ничего нет. Погода сейчас еще раз погодилась. Уже какая-то жарева. Пришли в сторону Петропавловской крепости. Посмотрите, какая красотища. Нева проливается в посудины. Чайки летают. Катера. И вот уже шпиль из Петропавловской крепости. Нет, в хорошую погоду, конечно, Шпитер, обалденно. Просто супер. Переходим мост к Петропавловской крепости. Народище просто. Тьма. Здесь уже пляж. Дети купаются. Сейчас, конечно, Питер напоминает чисто Европу. Офигенное ощущение. Потому что уже полтора года мы не были в Европе. И такой глоток свободы, связанный, может быть, с чемпионатом Европы, когда можно пить пиво в чертах города с хорошей погодой. Офигенное ощущение. Вот здесь вот у берегов Невы. Какая-то дико офигенно пахнет морем. Понимаете, соленой водой. Очень круто. Центральная площадь Петропавловской крепости. Вот тут всем известный шпиль, который виден с другой стороны Невы. Люди слушают звон колоколов. Дико похоже на какую-то одну из центральных площадей европейских. Такую, знаете, как ратуша. Но, как я уже многократно говорил, почему здесь вот нигде не поставить какие-либо из палатки. Чтобы можно было либо взять какую-то еду, хит с напитки. Ну, то есть тут пустует, смотрите, вся территория. Почему не облагородить, почему не сделать какие-то местные шприколюхи для людей, непонятно. Итак, пришло время выдвигаться на арену. Поедем на метро, потому что на такси весь город перекрыт. Нет, никак и не добраться. Вход по фан-айди и по предъявлению субилетов в метро и на шаттл из бесплатной. Поэтому доедем на метрошке. При выходе из метро «Зенит» встречает вот такой вот мяч. И посмотрите, какой огромный флагшток с флагом Евро-1020. Выглядит обалденно. Станция метро «Зенит», ощущение, когда ты выходишь, что ты около арены. Но не тут-то было. Чтобы пройти на арену, вон там станция «Зенит», нужно обогнуть вот так вот круг через раз-два-три минимум еще забора. Дальше вот там впереди зайти в какой-то переход с крыши и обогнуть еще, не знаю, километр, наверное, 500 метров. Абсолютно все точно так же, как и на чемпионате мира. Так, пришло время заходить в стадион, на территорию стадиона. Смотрите, в этом году билеты на евро. Большинство это через мобильность приложения, электронные. Продолжение выглядит подобным вот образом. Оп, электронный билет. И смотрите, на каждом из билетов есть временные входа для входа. Это сделано для того, чтобы не распространять коронавирус. На каждой там трибуне свой временной вход, чтобы не создавать давку. В принципе, сейчас давки вроде нет. Продолжение, смотрите, считались какой-то карточкой. И тогда появился у нас QR-код. Будем прикладывать на входе. Появилась активация, когда мы активировались в билет. Так, теперь билет, да? Так, надо открыть? Нет, просто. А, трендер? Спасибо. Спасибо. И что там? Где? Идеи с вами уже опрещены. Да уже решили мы. Какая-то, блядь. Стоит, ерунда. Стоит. Это ваш? А вот это паэрбанк у вас? Да. Включите, пожалуйста. Можно, пожалуйста, возьмите шторочку? Это был самый идиотский просто проход на арену. Вывернули абсолютно все, что есть. Залезли под ремень. Залезли в кроссовки. Не хотели пропускать маленькую камеру Sony. Как бараны на новые ворота. А что это такое? А что это такое? С камерой снизя. Просто тупизм неимоверный. Вот такая же здесь и херня. И была на Чемпионате мира в 2014 году. Когда, наверное, из всех аренах посещенных Питер оставил, как всегда, самое идиотское впечатление. И сейчас, конечно, это все подтверждается. Идиотизм неимоверный. Арена есть. Фаншоп. Смотрите тоже, какой идиотизм. Какая-то кабинка. И все просто натолпятся здесь внутри. Без воздуха, без всего. Какие нахер ограничения, связанные с коронавирусом? Просто фарт. Очереди за пьем тоже огромные. Движется все медленно. И, кстати, ужасное расшарование в том, что сейчас на евро нету фирменных стаканов. Фишка Чемпионата мира и вообще пио-бат была в том, что на каждый матч делали специальные свои такие брендированные стаканы, которые оставались на память. Сейчас такого нет. Почему? Непонятно. Все, поднявшись на сектор. Есть тоже точки питания. По ценнику, пиво 300, хот-дог 300, багеты по 300, бургеры по 350. Возьмем туда, наверное, по пиву и хот-дог. И посмотрите, еще один тупизм. Взяли сейчас пиво, взяли фут-дог. И где это все есть, совершенно непонятно. Почему нету столиков? Где хоть можно приставить там, положить еду, чтобы эти все не на ходу? Все, я сейчас просто взял фут-дог, положил свеян в карман. Потому что взял, тупо руки заняты. Приходит тур-дом. И вот люди стоят, либо по периметру, либо в лавках, либо в мусорах, либо витрины. Вот это вот, смотрите, вещей инженерной мысли. Чтобы поесть, надо поставить пиво. А вот эти конусы наградительные. Как-то вариантов больше нет. И вот, смотрите, пиво я поставил, шлюзок я взял. А теперь, чтобы взять и добавить соуса, я рада лезть в карман. Открывать кирпольник, куда капать. А я сейчас делаю, если на весу, руманно не приложу. Будем есть в полевых условиях. Если это был бы обычный какой-нибудь рядовой матч чемпионата России, мне на самом деле было бы пофиг, где там есть столики, нету. Но на международном турнире, заплатив за билет 100 евро, а это по нынешнему курсу, да, сами понимаете, сколько. Хочется малейшего работы, не то что сервиса, но условий, где хорошее времяпрепровождение, банального. Призошли на сектор. Такая вот атмосфера. 40 минут до матча. Предматчевая разминка уже началась. Странно, но матча еще полчаса уже обделяют стартовые составы. Начинается церемония открытия Евросангетербурга. ПОДПИСЫВАЛЯТВУЕЩАЯ МУЗЫКА ОТВУЕЩАЯ МУЗЫКА Ну что, 9-й минуту матча Бельгия забивает 1 гол, 1-й гол, забивает Мукаку. В принципе, ничего неожиданного. Ну что, 33-я минута. Бельгия забивает 2-й мяч. Итак, наступил 3-й день нахождения в Санкт-Петербурге и сегодня мы отправляемся в Выборг. До Выборга мы забирались на Ласточке. Время в пути от Санкт-Петербурга заняло 1 час 15 минут. Билет стоил 340 рублей в одну сторону. Выборг – это уникальный город России. В 13-м веке он был основан шведами, а ранее здесь находилось карельское поселение. В Выборге, кстати, находится самый старый жилой дом в России. Пойдемте в город. Погода сегодня хуже, чем вчера. Начинает накрапывать дождик. Но я думаю, нам это не испортит личную прогулку и новый город, и новые эмоции. Расстояние от Выборга до финской границы составляет 30 км. Первое интересное здание, которое встречает нас в пути с РЖД вокзала в центр. Старое здание оборогского рынка. Ведь вот такое вот, похоже на европейскую ратушу. Рынок был построен в 1906 году. Пойдемте, зайдемте внутрь. Посмотрим вообще, как это выглядит. Может быть, что-то из интересных финских продуктов, например, что здесь есть. На рынке, в общем, ничего необычного. Единственное, что здесь можно, наверное, брать – это какие-то сладости, шоколадки, конфеты. Немецкие, финские. Чизкейк. Соусы здесь есть, какие-то можно еще найти. Ну, какие-то там сыров, колбас особо нет. Главная достопречательность Выборга – это, несомненно, Выборгский замок, который мы сейчас видим на своем пути. И вот эта вот белая, наверное, самая узнаваемая башня Выборгского замка – башня Олафа. Куда мы сейчас и отправимся. Выборгский замок был основан в 1923 году. В ходе третьего крестового похода шведов на Карельскую землю. На территории замка проходят рыцарские турниры. Сразу при входе встречается такой рекламный баннер. Сеансы в субботу с 12 в 12, в 3 и в 5. При входе встречается что-то такое, что башня с этого Олафа закрыта на реставрацию. Не знаю. Надеюсь, что она все-таки открыта. И нам удастся на нее попасть, чтобы увидеть этот панорамный вид оттуда на город. Кузнец. Следующее, что встречает на подъеме к Выборгскому замку. Тут такая вот кузница. На открытом огне кузнец Бэмс. Поднимаемся выше. Здесь такая уже брусчатка. Сейчас дождливая погода и ноги дико скользят. Здесь зимой, наверное, можно вообще укатиться. Смотровая на башне с этого Олафа на реконструкции. Зашли вот в музей истории Петербурга. Билет в музей стоит 350 рублей. Билет на башню Олафа стоит 150 рублей. В итоге из-за досуга здесь Крывецкий музей и Гончарная мастерская. У замка можно спуститься к воде. Да, конечно, то, что башня закрыта на реконструкцию, это облом, конечно, полный. Потому что здесь больше, кроме как подниматься на смотровую, именно в Выборгском замке делать совершенно нечего. Одно из популярных блюд с выпечки, которая есть в Выборге, это крендели. Вот рядом с Выборгским замком на площади есть кафешка под названием Крендель. Куда мы сейчас и зайдем, надеюсь, отведаем кренделька. Может, кто-нибудь из Битинч возьмем. Я сейчас думал, что кренделя здесь выпекают прямо при вас, но лежат на витрине вот такие вот в упаковках. И что-то вот такие брать не очень хочется. Пойдем дальше. Движемся дальше, заходим в старый город, напоминает Стокгольм. Дерево желаний. Теперь в городах вы сможете наблюдать мои стикеры. Те, кто будет по стикерам переходить, обязательно пишите. Интересно. Зашли, вот лавка вкусностей, взяли копченый миндаль. Мне кажется, это будет очень похоже на таллинский миндаль. И напротив есть пивнушка. Выборгское местное пиво 170 рублей, Витовуха 240, Сибир за литр 380. Сейчас зайдем, что-нибудь возьмем на пробу. На разлив здесь можно брать пиво под литр. Взяли выборгского красного эля по 230 рублей за литр. Это наш миндаль и эль. На здоровье. Задим сейчас в один из интереснейших подъездов в Уборге. Это что-то такое башня. Зашли в один из Уборгских подъездов. Смотрите какая здесь. Винтовая лестница. Вот столет. Двери в квартиру. И как-то необычно. Блин. Поднялся на сам вверх. Но выход на крышу, к сожалению, закрыт. Ну что, за моей спиной сейчас тоже, наверное, одна из главных предприятий города Уборг. Это самый старый жилой дом в России. Люди здесь проживают ароматировочно с 15 века. Что-то такой вот подъезд. Без камня. Конечно, сейчас есть и пластиковые окна. Но вообще сам факт, что это до сих пор жилой дом. Самый старый в России. Что-то очень круто. Интересный факт, что в прошлом году в этом доме была выставлена квартира на Авито за 11 миллионов рублей. Не знаю, купил ли кто-то или нет. Но вот такой факт здесь есть. 11 миллионов рублей за квартиру в самом старом жилом доме России. Следующее место, куда мы зайдем в надежде попробовать свежие крендели, это будет усадьба Бюргера. Это тоже старейшее здание. И при входе нас встречает такой рассказ про выборский крендель. Менюшка, шведский гулёк, выборский крендель, рыборская спахлёбка. Пойдемте. Зайдем. Осторожно, прыгните голову. Низкий проход. Так, что у нас тут? Какая-то экскурсия. Есть напитки у нас. Эль. Есть пиво, сидор, медовуха. На втором этаже. Да, мы смогут догадать у неё эти эффективные желания. Кранделяки стоят 150 рублей. Намного мягче, чем в предыдущем месте. Один тогда сейчас возьмем. Вот такие вот пряники с разными начинками. Здесь по 100 рублей. Тут, конечно, очень мягкие. Срок года здесь кренделя. Двое суток максимум. Тесто у кренделя такого желто-зеленого цвета. Ммм. Знаете, на вкус. То ли сладкий. То ли соленый. То ли какие-то нотки розмарина. В целом, как обычная булка. Которая нет ярко выраженного такого вкуса. Так, за 150 рублей один раз можно взять. Но постоянно таким же питаться здесь вообще. Смысла нет. Если подняться свыше. Здесь такие симпатичные столики. Где можно попить пивка на природе. И на втором этаже вот такая вот сувенирная ласка. Можно поднять еще повыше на третий этаж башни. Думал, это же крендели продаются. Это, оказывается, свой шоколад в виде крендельков. За 250 рублей. Тут прикольно. Чтобы отобедать, оттрапезничать. В Выборге есть на одно из самых добрых мест. Под названием Таверна. Это такой, наверное, некий аналог ресторана Молдханса в Таллине. Ну и здесь, естественно, всегда очереди. Сейчас время час дня. Человек 20 минимум уже стоит на вход. Таверна работает с 12. Мы здесь проходили, когда было еще, наверное, 11-30. И люди уже занимали места в очереди. Все делать, будем стоять. Все, полтора часа в очереди позади. И, наконец-то, мы заходим внутрь. Видите, такое вот здесь небольшое помещение. Это наши рецепты, взятые из книг 15-го, 14-го, 16-го века. То есть там стоит максимально просто. Это основное блюдо. Похлебки в хлебе. Быстро приходят вам 10-15 минут. Закуски и салаты тоже 10-15 минут. Принесли первое блюдо. Клевная из похлебки. Такая с копченостями. Густая. Очень вкусно. Принесли основное блюдо. Поросенок. Нежное мясо. С клюкленным соусом. Обалденно. Поросенок здесь нежнейший. Прикосновение и мясо разваливается на волокнах. Итак, таверну в Таверну. В Выборге. А вам дико рекомендую. Отстоять, наверное, очередь, если есть такая возможность. Там взяв пиво, чтобы веселее проходило время. Стоит. Блюда все вообще обалденные, вкусные, шикарные. А мы уже вернулись в Санкт-Петербург. И по плану у нас сейчас будет морская прогулка по Неве. Ни разу уж на Петербурге по Неве не плавал. Так что сейчас исправим, закроем этот пунктик. Билет на морскую прогулку мы брали в пабе Диккенс. И причал отправления сразу напротив бара. Билет на одного человека обошелся в 1000 рублей. И по времени займет около полутора часов. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Здесь, на одной из заправок в Тольской области, заканчивается очередной выпуск блога. Вышел из комнаты. Спасибо, что посмотрели этот ролик. Спасибо, что поставили лайк. Подписались на канал. И написали комментарий. До новых встреч. Всем удачи. Всем пока.